Переместимся на 20 лет назад. Российский футбол в то время представлял из себя конкурентоспособную единицу во всем мире. Это золотые времена нашего футбола. Наши клубы успешно выступают на европейском уровне. Сборная России берет бронзу на чемпионате Европы 2008 года. Наши игроки уезжают в сильнейшие лиги и клубы мира. Тогда футболисты играли по режиму «Весна-осень». Но в 2010-м, вслед за всем миром, Российский футбольный союз решил перевести всех на «осень-весна». Одним из главных сторонников новой системы был президент ЦСКА Евгений Гиннер. Запомните эту фамилию. Летом мы обычно выходили на пик формы, когда в Европе в это время никто не играл. А в декабре, когда в Европе проходили решающие матчи, наши были мысленно в отпуске. С 2010-го активными месяцами для футбола стали сентябрь, октябрь, ноябрь, март, апрель и май. Самая слякоть не погодится дождь и снег. Люди, которые приняли это решение, они, судя по всему, либо вообще не интересуются страной дальше Урала, либо они считают, что здесь есть какие-то научные технологии, которые позволяют растапливать снег за секунду, превозмогать морозы. Ну, в общем, эта реформа была изначально таким бредом, потому что, когда нам рассказывали, что если мы подстроимся под европейский цикл с другими командами, мы выиграем все, что можем. И еще 13 лет назад, когда Российский футбольный союз переходил на чудо-систему «Очень весна», они ставили перед собой задачу синхронизировать чемпионат России с другими странами, так как по этой системе проводились Еврокубки. Мол, у игроков и болельщиков будет возможность отдохнуть летом от футбола. Согласитесь, звучит бредово. А также возможность для топ-клубов провести качественную трансферную кампанию. Ожидалось, что улучшатся результаты в Еврокубках. Собирались построить 80 футбольных манежей за год. К примеру, футбольное поле «Динамо» уже очень давно просит, если не реконструкцию, то хотя бы ремонт. И это единственная профессиональная площадка для тренировок футболистов. А вот что Гиннер, инициатор перехода на европейскую систему, сказал несколько месяцев назад. Возможно ли переход на систему «Весна-Осень», как это было ранее? Ну, я вам скажу, это суперумный шаг. Да, обязательно надо. Значит ли это, что эксперимент себя не оправдал? Спустя время после принятия реформы «Осень-Весна» уровень футбола начал падать. Ведущие клубы России перестали показывать высокие результаты на европейской арене. Если клуб вышел из группы, это уже праздник. Об играх плей-офф мало кто думал. В стране не появилось 80 новых манежей. Футбол второго дивизиона гибнет, так как играть в непростых погодных условиях сложно. Например, если в 2010 году было 94 города и 111 профессиональных клуба, то сейчас 73 города и 102 команды. Также и, например, Барнаульская «Динамо», когда поле в хорошем состоянии, на нем затишье. Но когда с газоном проблемы из-за дождей, и оно превращается в земельное болото, здесь вовсю идут матчи. Это сказывается на качестве игры. Невозможно даже нормально отдать пас. Вот такие отзывы мы получаем регулярно. Очень сложно сказать, что играли сегодня в футбол. Потому что, прошу прощения, конечно, но в таких порядках невозможно играть. Не то, что комбинировать, даже организовывать атаки. Потому что на таком покрытии показывает тот футбол, который мы пропагандируем, ну, очень сложно. И поэтому я вам желаю именно городу приобрести, наверное, покрытие искусственное. Под возвращение на режимы весна-осень пока что попадают только клубы второй лиги. И это весьма логично с нашим-то климатом. Из плюсов мы не будем здесь мерзнуть. Это из плюсов. Во-вторых, все-таки не гоже, когда там полтора месяца лета поле простаивает. Да, понятное дело, например, с точки зрения слибо-болейщиков, что многие там на дачу условно ездят, да, в туры, там, в субботу, в воскресенье. Но как бы я считаю, что это наоборот хорошо. Хорошо, потому что мы будем играть летом, мы не будем играть зимой. Сами же футболисты очень положительно отнеслись к новой реформе весна-осень. Ведь играть в солнечную погоду и на хорошем газоне все же лучше, нежели в снег и на промерзшей земле. Тем самым футболистам вернули адекватные условия для игры в мяч. Теперь дело за ними, показывать хороший результат. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.